Уорнер Сахефильмс представляет При участии Франсиско Ипаньеса Лаборатория профессора Бактерио. Генеральный штаб СРУ. Супер-секретное управление разведкой. Аминофрен, карбитнал, циклоклопан статический, ЦКС-24. Все. Нет, перво чего-то не хватает. Ну, чего? Ну, конечно. Ну, конечно. Надо постучать. Клянусь и сами моей мамой. Это же трикатаро-калеоптеро-ануферес-караоке. Известный в народе, как говеная муха. Ах так. Да видел я в гробу этих защитников экологии. Внимание, Данино. Говорит Карнехо. Я кое-что узнал. И такое, что мне не понравилось. Прием. Карнехо, прием. Говори, что ты узнал. Прочего. Мы так боялись, Данино. О сокращении штата. И что будем вкалывать по субботам. И что у нас заберут пайки и... А, в общем, я больше не стал ничего слушать про все это дерьмо на медовой подливке. Прием. Только его не хватало. Цепа, 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 цепа. Цепа, цепа, цепа. Цепа, цепа. Действует. Би-ми-ми-ми-ми. Кушай карааки. Могу я знать, какого черта? Послушайте меня, супер. Настал момент истины. Пришел черед испытать разрушительный эффект ДДВ. ДДВ? Деморализатор для войск. Посмотрите на этих трех легионеров. Они провели четыре дня в этом германуклеиновом колоколе, полном амазонских хлопов кровососов и под давлением в 70 атмосфер. Там внутри легионеры? Ключу. Чтобы разозлить их. Надевайте халат из каучукового из места и посмотрим, как мой аппарат в один момент деморализует эту орду. Приступайте же. Давайте. Надеюсь, вы активировали предохранительное устройство. Мы снимем с тебя шкуру живого, проклятая крыса. Если это попадет в руки какого-нибудь негодяя, наступит конец света. Как вы их хотите, мой сержант? Я хочу их мертвыми. Внимание всем агентам Котка. Данина, слушай, это Фред. Фред, какой Фред? Да, Фредерико. Блин, слушай, что это за Котка? Камуфляж, Фредерико. Камуфляж. Оставьте меня, это вы сами, сержант. Я заверну ему шарики так, что у него вырезут глазики. Ку-ку-корнехо, вы с оружием? С оружием мало сказано, супер. У меня с собой пулемет из длинной комнаты, так что не пожелай даже отцу родному. Включайте же свое изобретение, или они расдерживают нас. А как подземные агенты? Вы не забыли? Мы расколем вам головы. Ну что, вас еще беспокоят бактерии. Подземелье с 6 утра несут кругу Мортаделла и Филимон. Внимание, Мортаделла и Филимон. Подтвердите свое точное положение у входа в подземелье. Живо. Рота. Быстро, быстро. Ружье. Если нет других приказаний, то я соберусь для отбытия. Мне уже ничего не хочется. У меня тоже нет сил убивать. Мне стыдно. Но я не способен даже на это. Этот мир полное дерьмо. Если у нас отняли желания нападать и защищаться, и все такое... Сейчас посмотрим, что будет в следующий раз. Посмотрим. Бахтин, увы, гений. Я уже говорил. Нарушитель в 4 секторе. Подземный караул. Я так и знал. Поздравьте от меня эту лысую пару уродов. Какой плохой сон. Это Мортеделло, сеньор Соппер. Он желает сказать что-то. И чего же он хочет от нас в такое раннее время, шеф? Приятные бесплатные сообщения. Немедленно явитесь в главный штаб СРУ, если не хотите остаться без ваших шериков. Нас подняли в 6 утра. До завтрака. А сейчас уже 11. Будьте любежны. Что за шум, черт возьми? Что вы опять утворили, голубая парочка? Мамикона! Держитесь, шеф. Это почему? Сейчас придет машина Ктерес. Я вас не упущу, пока не заплатите за 15 месяцев. И ущерб. Приятные сообщения. Этот аппарат саморазрушится через минуту. Опечатайте лабораторию с двойной бронированной дверью. Какая двойная дверь? С красной кнопкой. Иерусалим. Он был основан. Данино, откройте бронированные двери. И немедленно вы меня слышите? Данино! 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 Да, да, да. Так открывайте же. Что открывать? Уже? Прием. Наберите секретный код, чтобы открыть двери. Данино! Мне так поднимать и опускать эти двери, если я получил лошадиный доз депрессии? Не будем, господа. Мне прищемило ноги. Чему борзеть? Топайте вашими ножками мимо. Внимание, Фред. Ты меня слышишь? Я вас слышу, шеф. Я покидаю код-кад. Внутри есть чужой. Для чужих есть я. Но при таком упадке сил во мне угасла даже жажда наживы. Бактерио! Я слушаю вас. Вы можете сказать, каков радиус действия вашего чертова деморализатора? 500 метров. Может, больше. Это невозможно. Да, дорогой, да. Простите, сеньор, суперинтендант, если я не кстати. Ну, хоть корнехо, откуда ты говоришь? Оттуда, где свобода. Смотрите, я здесь могу подрезать деревья и обрызгивать их. Но сад умирает. Все запущено, лютики завяли. И ясно, что иметь хомуфляж, в который не веришь, меня не греет. Ну, а что случилось? Я так разговорился. Когда я был мальчонкой, спрашивал отца, когда большой я вырасту, кем стану я тогда. Как вам удалось убедить хозяина отпустить нас? Я заплатил. Оставил ему пакет и сказал, что в нем общественные деньги от разных сборов, льготные выплаты по отпускам. Ну, это вы загнули, Мортаделло. Загнул? Нисколько. В эти пакеты сру всегда кладут зажигательные петарды. Они не спешат с долгами, страшны, как смертный грех. Но что правда, то правда хорошие люди. Не надо поздравлять меня с этой идеей, шеф. Одной корзиночки на Рождество будет достаточно. Чем ты недоволен? А ветчина, которую получил в прошлом году? Да, 150 граммов ветчины для тартальяток. Увень. Смотри. Кто там за фонарем? Убийца Элтон. Точно. Если мы засадим этого козла за решетку, он нас осыпет медалями. Не отвлекайтесь, шеф. Супер уже сгорает от нетерпения. Спокойно. Идем с запасом. Не могу поверить, что это происходит со мной. Успокойтесь, дорогой. Не спешите. Мой полусейф имеет секретную комбинацию из двух цифр. Очень сложный, чтобы разобраться. Бинго! Я сам себе сказал, какая радость. Как ты додумался обокрасть нас сегодня, пройдоха? Не смотри на меня такими глазами. Я говорю серьезно. Ты знаешь, сколько весит этот пулемет? Подними его, и ты увидишь, что я тебе не вру, ловкачка. Ну, поцелуй меня. Сегодня я усталый. Синьор, пожалуйста, вы можете достать мой мячик? Он залетел за стенку. Помогите мне, пожалуйста, синьор. Просуньте голову в дырочку и увидите, что он там. Чем дело, малыш? У тебя проблемы? Нет, просто у меня упал мячик. Ну, неважно, его уже достает этот синьор. Такой любезный. Синьор? Нет, вроде бы, оставь синьору покой. Для этого есть мой. Пойду взгляну. Нет, нет, не надо. Не надо. Получай, убийца. Бегите, шеф, бегите. Бегите. Секретный вход. Ты, улыбаясь, мне в глаза смотрела. Тихо. Эффект уже проходит? Секретный вход. Супер. Видели? Я же говорил, что вы зря сердились. Корнехо, он сам. Корнехо! Идите, идите. Он наш. У него нет чемодана. Ёлки-кацей. Тадино. Перекрой ему выход. Кто закрыл дверцу? Человек закрыл? Может, перестанем уже играть в эти дверцы? Сколько же можно? Я так и знал. Иди сюда. Ты хочешь нас позлить, сопляк? Бахтерио, что это? Это левеная копия. Оригинал застрял в моей машине для копирования людей. Тебе не мать и не отец. Тебе я, господин. Сюда. Нет, туда. Следуйте за мной. У вас ориентация хуже, чем у священника на дискотеке. Да, это я, твой господин. И говорю с тобой. Лешка, куда идти? Вы чересчур развязаны, мартаделлы. Прошу за мной. Смотрите, шеф. Стоять. Ты забыл свой чемодан, поросенок. Спасибо. Нет. Если у вас есть ориентация, то она у вас, знаете, где? В заднице. Ну, что он делает, этот клоун? Вечный щит. От него все отскакивает. А что от него отскакит сейчас, будет ваша голова. Такси. Все кончилось. Спокойно. Надо еще пройти через чугунную дверь. Толщиной 70 миллиметров. Ладно. Раз мы здесь, войдем через большую дверь. Черт, что это? Подкрепление прибыло. Осторожнее с этим. Отойдите, шеф. Вечно щит. Слушай, когда закончите играть, откройте мне дверь. Все, в ажуре супер. У вас все получилось. Этот жук увел у нас ДТВ, а в качестве подарка вводили ему и трансформатор погоды. Так, так. И какая такая важная миссия, что ее нельзя было никак отложить? Приключения Мартаделла и Филимона